Всем привет, это Стива-то! Один из самых солнечных городов в Бока-Каторском заливе И, собственно, сами можете это видеть У нас тут яркое солнце Это, кстати, самый молодой город в Черногории Поэтому будет очень интересно по нему прогуляться Пошли с нами И здесь есть много иностранных инвестиций Приехали мы сюда, как обычно, на автобусе Из Будова до сюда ехать опять-таки очень быстро и недорого И мы продолжаем свою тему, что все города Черногории не похожи друг на друга И первое, что здесь бросается в глаза Это какой стильный вот этот город Видно, что он богатый, видны эти инвестиции Может быть, опять-таки смотрится немного как декорация все это Но это не важно Здесь очень чисто, красиво, приятно глазу Достопримечательностей в городе не очень много Опять же, потому что новый В принципе, все интересное можно обсмотреть за час или чуть больше Зато тут много разных бутиков и всяких других признаков дорогой жизни Мы находимся в месте, которое называется Порто Монтенегро Это такой совершенно новый большой комплекс Построенный в итальянском, средиземноморском таком стиле Но уже с веянием современных технологий С большими окнами, практически панорамными Красиво, современно, дорого, богато А если есть много денег, можно приезжать сюда на отдых Правда, мы не очень поняли, где тут общий пляж и есть ли он Он, наверное, сел в свою яхту и уехал куда тебе надо Много дорогих ресторанов, магазинов, бутиков Есть где потратить деньги При этом достаточно красиво Мне отдаленно напоминает Это нашу какую-нибудь красную поляну Где тоже построили такой типа старый город С нуля, современный Нам здесь такое ощущение, что чуть более проработано, чем у нас А, ну и у нас чуть менее дорого, чем здесь, судя по всему Получается, это последний город, который мы посетим за время пребывания в Черногории И он нас так приятно удивил тем, что здесь идеальная такая инфраструктура для того, чтобы гулять Это получается достаточно длинная пешеходная улочка Тут есть велодорожки Вообще так, как-то мы уже привыкли, что в Черногории тяжело ходить по тротуарам Везде все заставлено Ну, в общем, здесь, конечно, продуманнее все Ой, немножко брызгается Просто стена водопада Прикольно А сразу непонятно, что так вода особо не выделяется на фоне А по звуку можно догадаться И вот так вот все сливается вниз Тиво достаточно молодой город, который построен на месте бывшей военной морской базы Создали здесь военную морскую базу еще во времена Австро-Венгрии А позднее же она уже использовалась и в Югославии Интересно, что здесь военно-морской музей остался как наследие от былых времен Само место бывшей военной морской базы выкупил канадец для того, чтобы построить здесь современный порт для яхт И организовал такой музей Здесь есть интересный экспонат 50-метровая подводная лодка прямо за мной Рядом лодка чуть поменьше Вот на большую лодку проводят экскурсии Туда можно попасть внутрь Название у этой лодки интересное Называется она Дерой Построена она была в Сплите Это город в Хорватии Что еще можно посмотреть в Тивоте? Так это такой вот городской парк Большой городской парк, прошу заметку Который является еще ботаническим садом Насколько ты чувствуешь, что этот парк великий? Ну, я видел партию величественнее, но не в Тивоте Возможно, в Тивоте он самый великий Ну да, он на самом деле не очень-то большой Людей тут гуляет очень мало Не знаю, тут очень много причин День не выходной Пандемия Сегодня Рождество И не сезон Не сезон Ну и город вообще не самый жилой, наверное, всех черногорских, что мы видели Как будто у вас компьютер слабенький И в играх не прорисовываются персонажи, НПС Мощности компьютера не хватает, чтобы полностью их прорисовать Поэтому их тут очень мало Ну вообще, этот парк интересен тем Что моряки сюда из своих плаваний привозили разные растения Поэтому как бы и является ботаническим садом И много где есть всякие разные таблички Что мне еще понравилось Тивоте Это насколько он зеленый То есть он, наверное, самый зеленый из всех городов, что мы видели Никакие ботанические сады не нужны Тут просто сад у каждого дома Вот это место, это и есть летняя резиденция Гуча И называется даже дворец И здесь я понял, что для нас, для них Слово дворец, оно явно что-то другое означает Может быть, это как домишка Дом Ну, особняк в раннем случае Но не дворец, извините Но тем не менее красиво Получается, это место является таким музеем Галереей И здесь проходят разные культурные мероприятия Подумали мы, что в каждом доме В этом городе мы осматриваем город с какой-нибудь высокой панорамки А тут таких не предусмотрено в городе Поэтому мы нашли собственную панорамку Просто поднялись по одной из улиц в гору Зато мы можем сверху посмотреть, где мы были вообще Как выглядит город Ну, вообще, панорама здесь в Тивоте есть На карте мэпсмена обозначена Нам просто это было не совсем по пути Мы решили зайти на ближайшую гору, которая нам по пути Мы находимся здесь А вид на Тивот здесь В принципе, рядом с великим сквером выход к этой тропе Ну и, кстати, почему еще стоит подняться повыше Это чтобы увидеть три острова рядом с Тивотом На которые тоже возят кораблики И они являются тут одними из немногочисленных достопримечательностей Ну и так как в Тивоте не так уж много достопримечательностей Что мы вам сто раз уже рассказали Мы решили, чтобы день был более полным Съездим к моему из Тивота Еще в такой прекрасный городочек, как Пераст И сейчас мы и приехали на автобусе Опять-таки из Тивота сюда И нас высадили просто на шоссе Чтобы пройти к городу Нужно сначала пройти через этот туннель Такой тут жесткий спуск Градусов 30, если не 45 И там вдали уже виднеются черепичные домики Море черепица Ступеньки тут какие-то просто древнейшие Все разные настоящие камни Еще, как вы успели заметить В Тивоте совершенно не было старого города А во всех городах, в которых мы были до этого Он был Поэтому не могли же мы сегодняшнее видео Ставить без старого города по традиции Приехали сюда У нас здесь, конечно же, есть Пераст, городок маленький Тут всего парочка улиц Можно обойти его всего где-то за час Ну, минимум час тут нужно гулять точно Вот так и получается час в Тивоте Час в Перасте И так и весь день прошел Дождь, конечно, сегодня обещали Мы это понимали Но у нас уже не так много времени остается И пришлось гулять под дождем Потому что лучше уж увидеть город под дождем Чем не увидеть его вообще Но в Тивоте нам повезло И там дождь не шел Просто было пасмурно А здесь немножечко мы поменяли локацию И дождь зарядил Но, несмотря на это, здесь гуляют люди Набережная тут абсолютно крошечная Ну, точнее, узкая И по ней едут машины и идут люди Ну, кстати, интересно Я прочитала, что вечером каждый день Для машин сюда въезд закрывается Так что только люди остаются Зачем вообще советуют приезжать в Пераст? Вот, перед вами пункт номер один Забраться на колокольню Посмотреть на Богокоторскую бухту С нее сверху Но работает эта колокольня С мая по октябрь Так что в декабре мы промахиваемся Можно только представить, как красиво с нее Разворачиваемся налево И смотрим пункт номер два Два острова На которые советуют сплавать Евро за пять вас туда довезет лодочка Но опять думаю, что мы приехали Не в самое лучшее время для этого Но острова отсюда тоже классно смотрятся Вот левый, который побольше Это закрытый монастырь Туда лодка вас не привезет Просто проплывет рядом А справа уже можно будет остановиться И высадиться на полчаса погулять А еще Перст считается самым романтичным Городком Черногории А что может быть романтичней Чем в самом романтичном городе Вдвоем идти под зонтом Под дождем Кстати, я была не права Насчет погоды и острова Только что вот эта машина Остановилась рядом с нами И предложила довезти нас до этого острова Ну, точнее Наверное, кораблик предложил Кстати, помните Мы только что были в Тивати во дворце И рассуждали Насчет того, что такое дворцы в Черногории Так в этом небольшом туристическом городочке Их аж 17 И 16 церквей Но правда, только 3 из них доступны для входа Кстати, интересно Этот город, он такой старый действительно Но при этом видно, что он новый То есть, видимо, практически полностью было реконструирован В отличие от бара В котором решили вообще не реконструировать А просто построить город рядом Кстати, вот здесь вот мы шли И наткнулись на руины И складывается впечатление, что в целом город При землетрясениях пострадал так же, как и другие прибрежные города Но его хорошо восстановили Однако остались вот такие отдельные здания Которые еще не восстановлены Будут ли они восстановлены? Я не знаю, но почему бы и нет Вышли мы из какого-то таинственного сада Снова на средневековую улочку Вот так мы узнали, что значит дворец Это палата по-черногорски Палата Кстати, он на реконструкции А вообще, спасибо нам за информацию Очень интересно вы подсказали Что оказывается, все стройки Разрешены в Черногории Только в нетуристический сезон Поэтому мы их повсюду замечаем Видим мы еще одну палату Дворец И понимаем, что, наверное, все-таки дворец Это не совсем корректный для нас перевод Это действительно, скорее, должен быть какой-то особняк Ну, резиденция Ну, что-нибудь такое Посетили мы в этот день Тивор и Перус Из-за потрясающей погоды Вынуждены возвращаться назад Хотя Крис еще думал посетить Рисен Он является самым старым городом В Боко-Каторском заливе И раньше сам залив назывался Рисенским Но не получается это сделать Кстати, чем еще примечателен этот город Там есть римская мозаика В общем, как вы поняли из этой чудесной речи На этом наше видео подходит к концу Если оно вам понравилось Пожалуйста, дайте нам знать Вашими лайками, комментариями И подписывайтесь на наш канал Всем пока!